Я приветствую вас, дорогие друзья! Я приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Я хочу сказать, что подготовила для вас прогнозы на 2017 год. Это расклад 12 домов гороскопа. Расклады доступны за небольшую плату. Их вы можете найти в разделе видео на моем сайте или пройти по ссылке под этим видео. Я желаю вам благополучия, процветания, здоровья, любви в этом году, больших свершений и достижений. Благодарю вас за внимание к своему каналу и желаю вам приятного просмотра. Здравствуйте, рыбки! Это прогноз на февраль 2017 года для вас. Вверху 4 разные сферы жизни и внизу совет с антисоветом. На работу, на бизнес, на дела, которыми вы будете заниматься в феврале, вышла четверка кубков. Четверка кубков, конечно, карта такого вот человека, который почему-то как-то вот так уныло сидит под этим деревом. Что-то там, какие-то возможности перед ним открываются. И есть что-то иное открывается. Но он почему-то вот в таком не в духе типа. Дополнительно к этому, к этой четверке кубков, вышел император. Когда я вот так вот положила, мне показалось, что начальник и подчиненный. То есть для кого-то это может быть... Мне все равно так в совокупности четверки обе, да. То есть я думаю, что месяц достаточно стабильный. Но есть какие-то вот эмоциональные моменты или, возможно, какое-то недовольство чем-то. Кому-то может казаться, что начальство при всех стараниях недостаточно ценит вас, например, да, ваше усердие, недостаточно оценило какую-то проделанную работу. И вас это может оставить немножечко так недовольными. Если вы начальник, то вы можете как раз пытаться, не знаю, там, стимулировать, даже где-то там подбадривать и, может, даже гонять немножко своих подчиненных. Но у вас такое ощущение может быть, что они какие-то вот вялые, не шевелятся, вот нет в них этого огонька жизни, желания, страсти. И им не хватает, чтобы свои какие-то обязанности выполнять более продуктивно, что ли плодотворно. Но месяц, я думаю, стабильный и уверенный. Кто-то может быть немножко удрученным какими-то, допустим, давлением с чьей-то стороны или какими-то законодательными моментами, которые вас по какой-то причине не устраивают в этом месяце. В общем и целом, я думаю, что месяц будет достаточно стабильный. По финансам, будете ли вы довольны финансами шестерка жезлов? Шестерка жезлов – карта успеха, победы, естественно, довольства, даже в какой-то степени самодовольства. Так что я думаю, что здесь должен быть какой-то повод для того, чтобы чувствовать себя на коне, для того, чтобы чувствовать себя победителем, успешным человеком. Значит, будут какие-то, скорее всего, результаты финансовые, которыми вы останетесь очень довольны, вы будете собой гордиться. Там у меня это получилось очень хорошо, может быть, вам что-то вернут, может быть, каким-то образом что-то вы такое получите, что вас, ну, укрепит вашу веру в себя. Семерка жезлов – семерка жезлов, конечно, может означать, что человек, допустим, настроил планов и с ними вполне успешно, не сказать, что это ему так легко дается, но, в принципе, успешно с этим справляется. Сам же себе, короче, придумал задачи и сам их, может, преодолевает, по сути дела. На отношения карта напряженная и может говорить о том, что есть, может быть, какое-то противостояние с кем-то. Либо вы что-то кому-то доказываете, как бы пытаетесь человека в чем-то убедить и достаточно настойчиво, и, может быть, даже заводитесь по этому поводу. Либо кто-то вам что-то пытается навязать, не знаю, там, сказать, и у вас такое состояние, как бы, ну, желание обороняться, что ли, от этих нападок. Кто-то может с чем-то бороться или с кем-то, потому что дополнительно тут показали к семерке жезлов пятерку кубков. Не исключено, что кто-то борется с чем-то плохим настроением, кто-то там, либо с чьей-то, ну, не знаю, там, расквашенностью, неряшливостью, либо даже с пьянством кто-то может бороться, ну, не знаю, может быть, там, сосед пьет, да, может, у кого-то домашнее кто-то выпивает и вот такое вот. Вот. Может, даже вы и не боретесь, но вас это может напрягать просто, да, семерка жезлов, карта, все равно напряжение. В любви, в романтической жизни вышел старший аркан маг, здесь он называется алхимик. Я бы сказала мужчинам так, что мужчины-рыбы, вот, если вы что-то хотите в своей жизни, вы свободны, например, вы хотите отношения, то все в ваших руках, дополнительно король жезлов, то есть только ваша инициатива, ваше желание, а возможности, они вот при таких картах, естественно, открываются, потому что по таким картам мужчина становится исключительно обаятельным, энергичным, харизматичным, ярким, интересным, обаятельным, то есть здесь уже, ну, мало кто устоит. Но для этого просто надо двигаться, надо хотеть этой любви, этой романтики, надо хотеть начала отношений, не бегать от этих женщин, чтобы они вас нет, не схватили, а как-то проявлять инициативу. Для женщин, если вы в отношениях, тем более с огненным знаком, то тоже период такой яркий, интересный. Я не знаю, вы так вот независимо самостоятельно или все-таки этот человек, с которым вы в отношениях. Если вы вообще не в отношениях, то, конечно же, это может быть встреча с человеком, который вот такой вот, ну, правда, интересный человек. И карты рекомендуют не бегать от него, не держать нас на расстоянии вытянутой руки, а как-то взаимодействовать, присмотреться к этому человеку, повстречаться, пообщаться, то есть как-то про, ну, в общем, познакомиться поближе, что ли, если появился человек в вашей жизни. Просто хотя бы внимание какое-то уделить, чтобы понять человека лучше. Совет с антисоветом. Что вам советуют? Все проблемы какие-то, которые могут вообще быть в жизни. Естественно, они выговариваемы. Надо быть более, ну, не знаю, какими, участвливыми, что ли, душевными. Какие-то вопросы можно решать через общение. Постоянно, вот если вас что-то не устраивает, просто избегать вот этих острых тем, убегать от решения каких-то проблем. Не поможет. Ну, не советуют карты, по крайней мере. Потому что иногда нам не хочется, типа, ввязываться во что-то, связываться с кем-то, да. Но карты советуют в такой вот дружественной, что ли, форме порешать разные вопросы. Я еще хотела сказать, вот, рыбкам, что вот это вот могут советовать поговорить в такой вот, я говорю, в доверительной форме, душевно, по душам, что ли, с какой-то женщиной. Я не знаю, кто эта женщина. Может быть, мать, может быть, подруга, может быть, для мужчин, может быть, там, ваша жена или женщина. Надо о чем-то, видимо, поговорить. Надо как-то довериться, что-то обсудить. Ну, вот так вот мягко, спокойно, по душам, в общем, нужен разговор по душам. Избегать этого, то есть, как бы, типа, ой, я не хочу, потому что сейчас там кипиш какой-нибудь поднимется, да. Проще держать, типа, на расстоянии или проще там что-то скрывать и лучше не связываться. Вот, не совсем это правильно. Для мужчин рыб, особенно если вы в отношениях с женщиной земного знака, это у нас тельцы, девы или козероги, да. То есть, может быть, действительно надо что-то обсудить с этой женщиной, с этим человеком, довериться ей. Если она вас любит, она вас заботится, она ждет от вас какого-то, ну, не знаю, решения, хочет вас понять, то вы помогите ей понять вас. Потому что шестерка мечей, это когда мы отстраняемся, и к шестерке мечей еще дополнительно, видите, отшельник. Не хотим, избегаем, скрываемся, скрываем себя, свою сущность, свою натуру. Ну, в общем, как бы, мы не конфликтуем, но мы, вот, все как-то мы на расстоянии, все как-то мы где-то далеко-далеко и не хотим почему-то, ну, не знаю, и довериться не хотим, и душу открыть не хотим. То есть, вот это могло бы помочь. В работе, если у вас не очень настроение, ищите вдохновение где-нибудь. То есть, старайтесь как-то себя сами вдохновить, вдохновляйтесь от других людей, от их такого позитива, что ли, хорошего настроения. Поговорите с кем-то, кто вас поддержит, поможет, скажет вам что-то такое, ну, как комплименты, в конце концов, да. Будьте сами открыты, более открыты душой. Вот, если какие-то, какое-то противостояние с кем-то, тоже все можно обсудить. Вот такое вот, то есть, гав-гав и убежал, оно не помогает иногда, понимаете. Все, в принципе, обсуждаемо, все как-то проговариваемо. Ну, а в любви, я говорю, мужчинам вы тогда дерзаете, а женщинам, если появился ухажер, то вы тогда тоже присматривайтесь к человеку, поближе познакомьтесь, узнаете получше. Вот так, дорогие рыбки, я вам желаю прекрасного февраля, удачи, разных свершений, успехов, любви. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok